С вами новости Анапы, в студии Ольга Жмак. Здравствуйте! В начале о главных темах этого выпуска. Если же у человека легкое течение, то листок нетрудоспособности может открыть врач по телефону. Без визита к врачу. Оформить больничный в случае ОРВИ или ковида в Анапе теперь можно дистанционно. Вторая жизнь хвойных. Упавшие от ветра ветки и деревья переработают в щепу, которую используют для благоустройства города. Мы будем детям рассказывать, как она создавалась, какой ТТХ у нее. Оружие победы. Анапские ветераны проведут интерактивный урок для двух сотен детей в центре смена. В Анапе, как и во всей Кубани, теперь можно дистанционно открыть или закрыть электронный больничный лист, связанный с ОРВИ или коронавирусом. Для этого достаточно позвонить на телефон горячей линии 122 и проконсультироваться со специалистом. При симптомах ковида медики приедут домой к пациенту с ПЦР-тестом. Время ожидания результата составляет около суток. Очень часто выясняется, что коронавируса у человека нет. В случае обычной ОРВИ его также дистанционно отправят на больничный, что позволит избежать заражения окружающих. Мы объясняем людям, что можно позвонить по этой линии 122 и дистанционно открыть больничный лист или проконсультироваться по поводу данных симптомов. Звонок на линию 122 подразумевает под собой, что телефон берет оператор, спрашивает, проводит анкетирование, спрашивает, какие у пациента симптомы, записывает это все. Если требуется вызов врача на дом, то он передает этот вызов заведующему отделению и тогда решается вопрос, когда приедет врач или фельдшер. Если же у человека легкое течение, то листок нетрудоспособности может открыть врач по телефону, то есть дистанционно. Такое нововведение связано с резко возросшей нагрузкой на медиков. В Анапе отмечается сезонное увеличение случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Традиционно такой всплеск приходится на период с ноября по февраль-март. Если в начале января к одному терапевту обращались около 30 пациентов, то сейчас эта цифра выросла вдвое. Поликлиники работают в усиленном режиме. Обычный сезонный ОРЗ всегда присутствует в нашей жизни. И судя по опыту, сейчас вот когда мы работаем с ковидом, у нас идут люди, пациенты именно с типичными явлениями ОРЗ. То есть это боли в горле, это насморк, это по типу аденовирусной инфекции может быть, когда есть и конъюнктивиты, боли в горле и насморк, и увеличение лимфоузлов и температура. То есть сказать, что нет ОРЗ сейчас, очень много обращается именно с явлениями сезонных простудных заболеваний. И в продолжении медицинской темы. Сегодня Всемирный день борьбы против рака. Он отмечается с 2005 года. Главная его цель – привлечь внимание к этой глобальной проблеме. Онкологические заболевания являются одной из основных причин смертности. Рак – это общее обозначение более чем 100 болезней, которые могут поражать любую часть организма человека. Установлено, что причиной рака в 35% случаев связан с неправильным питанием. Еще 30% онкологические заболевания связаны с курением табака, табачных продуктов, вейпов, кальянов. Также к причинам возникновения относят и вирусные заболевания, такие, как уже говорил, гепатит, вирус папиллома человека. Вредные привычки, переедание, неправильное питание, малоподвижный образ жизни. Питание должно быть полноценным. Питание должны преобладать фрукты, овощи, нежели мясо, тесто. Это исключение вредных привычек, уменьшение употребления алкогольных напитков, умеренное пребывание под прямыми солнечными лучами в Краснодарский край, солнечный край. Но также и это солнечное излучение может привести к заболеванию кожи. И к другим темам. Анапские ветераны станут участниками Всероссийского форума. Мероприятие по военно-патриотическому воспитанию пройдет в детском центре «Смена» уже в эти выходные. Члены общественной организации «Инвалиды войны» поедут не с пустыми руками. Они приготовили для ребят более двух сотен деревянных конструкторов для сборки знаменитой «Катюши» и военного транспорта. В небольшом цехе пахнет копченой древесиной. Половину комнаты занимает внушительных размеров аппарат, больше похожий на производственную кондитерскую печь. Впрочем, здесь изготавливают не хлеб или торты, а детали для деревянных конструкторов. Заглянуть внутрь можно через небольшое окошечко. Методично, четко, с идеальной точностью машина рисует на фонаре линии. Это сложный станок, станок ЧПУ. Он лазером вырезает проекции, которые задаются в программном обеспечении. Но это долгий процесс. Это, конечно, создание модели. Сначала на компьютере полностью все проработка, потом распечатка и уже в конце собирается. «Это автомобиль времен Великой Отечественной войны. Мы будем детям рассказывать, как она создавалась, какой ТТХ у нее и как бы дети будут собирать ее». Станок и материалы для производства наборов организация «Инвалиды войны» смогла купить благодаря спонсорской поддержке и губернаторскому гранту. Конструкторы – один из самых интересных прикладных блоков большого проекта «Оружие Победы». Но главная цель, которую ставят перед собой ветераны – рассказать ребятам об истории Великой Отечественной войны и о технике, которая помогла одержать победу над фашизмом. Каждая схема военной машины эксклюзивна, ведь их проектируют сами ветераны. Используют березовую фанеру – лучший материал для деревянных конструкторов. Ну а главными оценщиками новых моделей становятся дети и внуки ветеранов. «Ребенок отвлекся, забыл про гаджеты вот это свои, и на полчаса просто потеряли ребенка, можно сказать. Она увлеклась, собрала сама модельку, без подсказок. Ну там инструкция на бумажке была, так как она ходит в первый класс, считать умеет. Ну где-то на полчаса вот ее, это она за полчаса собрала готовую модельку. Она была довольна эмоцией, радости было очень много». Проект «Оружие Победы» стартовал в Анапе в прошлом году. Интерактивные уроки со сборкой конструкторов ветераны проводили в школах курорта. А в эти выходные организуют занятия в детском центре смена для более чем двух сотен ребят. Чтобы принять участие во Всероссийском форуме, сегодня все ветераны сдали ПЦР-тест на коронавирус. Ведь на первом месте – безопасность детей. Алексей Девейкин, Ксения Осипко, Михаил Григорьев, Анапа.Регион. Ветки и деревья, поваленные ветром, переработают в щепу. Это своеобразное продолжение акции «Подари вторую жизнь». Тогда утилизировали только новогодние ели. Теперь же список увеличился, а исполнитель остался прежний. Как и место – район Восточного рынка. По согласованию с Управлением жилищно-коммунального хозяйства, на небольшой части парковки организовали временное хранилище. Здесь несколько десятков сваленных ветром деревьев, веток и новогодних елок, которые продолжают выбрасывать анапчане. Сейчас все компании «Флора», «Ремстрой» работают в аварийном режиме. Убирают последствия дождя, сильного ветра, устраняют заторы движения. Где-то деревья падают на дома. Мы это все убираем. И в дальнейшем эта так называемая свалка будет убрана всеми возможными нашими силами. Чтобы переработать такое количество деревьев и веток, потребуется пять дней. Хвойные перемалывают в щепу. Этот материал будет использован в благоустройстве Анапы для подсыпки детских площадок, декорирования и удобрения. Сотрудники полиции Анапы задержали подозреваемого, вымогавшего взятку у жительницы города-курорта. Она проходила по уголовному делу об изготовлении и сбытии поддельных денег и документов в качестве свидетельницы. Злоумышленник пытался обмануть женщину. Он сообщил, что ее статус может измениться. И по делу она будет проходить не как свидетельница, а как подозреваемая. И потребовал от нее 700 тысяч рублей, чтобы этого не произошло. Подозреваемый был задержан с поличным и уже дал признательные показания. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Материалы переданы в следственные органы. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Смотрите выпуски новостей на нашем сайте и страницах в социальных сетях. Подписывайтесь и будьте в курсе событий. А на этом у меня все. До встречи и хороших вам выходных. Субтитры создавал DimaTorzok